В Челябинской области с 1 октября стартует фестиваль «Стильная школа», посвященный моде и красоте. Подробнее об этом мы пригласили рассказать директора Международного института моды и бизнеса, председателя оргкомитета фестиваля «Стильная школа» Анну Персидскую и управляющего партнера Центра репутационных технологий «Каста», руководителя фестиваля «Стильная школа» Галину Поздееву. Доброе утро, Анна Галина. Доброе утро. Галина, в чем заключается основная идея фестиваля «Стильная школа»? Основная идея фестиваля, который был возрожден спустя несколько лет перерыва, заключается в том, чтобы продемонстрировать лучшие образцы школьного стиля, которые созданы на сегодняшний день. Идет популяризация школьных традиций, школьной комфортной атмосферы. И данный фестиваль как раз продемонстрирует, чего добились школы за те годы, которые, можно говорить о том, что стали становлением для школы. А кто может соревноваться? Для кого проводятся? Это школьники или школы конкретно? Или это какие-то модные дома? Соревнование здесь является как бы вторичным. Первично это демонстрация. Поэтому это не конкурс, как это было раньше, а это фестиваль. Тем не менее, все-таки фестиваль предполагает назвать самую стильную школу 2016 года. Соревноваться здесь будут образовательные заведения, которым дается возможность продемонстрировать свой уникальный, свой непохожий на других собственный стиль. где есть внешний вид, какой-то дресс-код для школьников, для педагогов, манеры взаимодействия, основные традиции, самые яркие мероприятия школьные. Вот это все то, что составляет уникальную школьную атмосферу каждого учебного заведения. А фестиваль будет длиться несколько месяцев, да? Он будет длиться два месяца. Два месяца. И можно будет присоединяться к школам? Или уже все, кто примет участие, вам известно? Сейчас к фестивалю можно присоединяться. До 10 октября мы собираем заявки со всех учебных заведений, которые готовы принять участие и продемонстрировать какие-то свои достижения. А почему решили все-таки возобновить фестиваль? Ведь был перерыв несколько лет. Что произошло такого? Изначально, когда возникла сама идея фестиваля, школьной формы как таковой не было. И в конкурсе соревновались учебные заведения, где детям была предоставлена вот эта свобода придумать самим, какую они хотят школьную форму, и продемонстрировать это на сцене. Сегодня за создание школьной формы взялись профессионалы, и этой необходимости нет. Поэтому у школ запрос другого рода. Какую школьную форму выбрать? Какую по цвету? Какую по моделям? Что с чем сочетать? Как составить школьный гардероб? То есть задача немножко другого порядка, и такой фестиваль, он имеет другие задачи. Не придумать школьную форму, а создать свою уникальную форму. Выбрать уже из того, что предлагают профессионалы. Выбрать, конечно, да. А, Анна, почему Ваш институт взялся за проведение, организацию этого фестиваля? Для нас важно создать открытую площадку для обсуждения по организации процесса. Что такое стиль? Какие моменты нужно учитывать при выборе стиля? Какие процедуры необходимы для проведения? Потому что сегодня накопилась часть положительного опыта, и какого-то негативного возможного. И нам хотелось бы все это обсудить, произвести обмен опытом, и выработать единые решения по организации процесса. Чем идея фестиваля привлекла? Ну, это прекрасный праздник для детей, для учителей, где они могут себя выразить очень ярко, достойно, и увидеть себя... Стильными, красивыми, готовыми к учебе. А вот дети выбирают, дети вообще выбирают, или все-таки это учителя, родители? Вообще детский возраст принимают участие в выборе? Ну, вообще я хочу сказать, что именно родители и дети сегодня привлекаются для того, чтобы выбрать себе имидж и образ, которым они хотели бы приобретать знания. Это важно. Но с учетом, безусловно, запроса со стороны школы, потому что школа формирует некий определенный посыл, направленность, а к обсуждению подключаются уже педагоги и родители. То есть такой трехсторонний обмен мнениями для того, чтобы комфортно и интересно было всем. А вы вот сказали, что это не конкурс, а все-таки какой-то итог будет? Конечно. Что-то вы какого-то наградите? По результатам фестиваля будет организован галоконцерт, на котором будет включена масса призов от наших спонсоров. Плюс ко всему победитель конкурса будет награжден замечательным призом. Мы не будем пока раскрывать секреты, но это совершенно точно будет очень активно. Не швейная машина. Это будет активное, захватывающее мероприятие для всей команды. Приключение. Это будет приключение. То есть будете дарить эмоции. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Напомню, что вы... Можно, я прошу прощения, вот еще одну фразу, которая очень важна, куда-нибудь вставим. Вставим. Что очень важно для нашего фестиваля, это наличие обучающего блока. То есть очень большой компонент будет именно связан с обучением. Мы не просто предлагаем продемонстрировать, мы еще поделимся современными технологиями создания имиджа образовательного учреждения. Мы привлекаем специалистов, дизайнеры, стилисты, имиджмейкеры, модельеры, и те, которые вот в команде могут поделиться технологиями, как учебному заведению создавать свой уникальный стиль. А потом уже, пожалуйста, на сцену его продемонстрировать. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас были председатель оргкомитета фестиваля «Стильная школа» Анна Персицкая и руководитель фестиваля «Стильная школа» Галина Поздеев.